Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Шалом! Бонжур! Хелло! Собираемся на наш традиционнейший урок по книге Мишлей. Притчи царя Соломона уже больше сотни уроков Максим Перенчук. Шалом! Есть полный однофамилец Максима Перенчука в Тиеве. Я думал, что это ты, а оказалось, не ты. Полный Максим Перенчук работает в одной компании. Бонжур! Шалом из Питера. Зальман, шалом! Все. Итак, дорогие друзья, мы собираемся, изучаем Тору, потому что Нермитсва, каждая заповедь, она как свеча. Тора это Орг, Тора это Свет. Дамир, шалом! Из Казахстана, у него уже середина дня, Саид Макая. У нас Казахстан, Саид Коми или Хакасия, где Саид, не помню, где находится. Ну, где-то там на севере. Марина Шевалова, добра рано. Все, всем привет! Итак, значит, мы подошли уже к 13 глава, 13 отрывок. 13 глава, 11 отрывок. 13 глава, 11 отрывок. И мы продвигаемся как раз по очень важным дальше темам. Вообще тут каждый отрывок, это как отдельная тема. Откладываем телефоны, откладываем телефоны, чтобы не отвлекаться. Потому что нельзя одновременно и учиться, и смотреть в телефоны, но вместе не работает. Только если ты не смотришь по телефону на урок. А так, если человек рассеивает свое внимание, то он нигде, он ничего не запомнит. Это как рассеянный свет. Чтобы что-то понять и что-то запомнить, первое условие – это сосредоточиться. Настроиться, сосредоточиться и вызвать у себя, задать себе вопрос «Зачем мне это надо?». И когда ты задаешь себе этот вопрос «Зачем мне это надо?», тогда ты понимаешь свою мотивацию, и ты это время очень эффективно используешь. Потому что запоминание и понимание, оно зависит на 90% от твоего настроя. То есть, если человек говорит «Я имена не запоминаю», например, имена и фамилии людей. Многие люди говорят «Я имена не запоминаю». А ты ему скажи, смотри, если ты запомнишь, ты получишь 10 тысяч долларов. Так он запомнит как-то, не запоминая. Он настроится и запомнит. То есть, настрой и вот это вот кавана, намерение перед учебой, оно является акселератором учебы. Все. Значит, одиннадцатый отрывок. Одиннадцатый отрывок звучит так. Одиннадцатый отрывок звучит так. Он, ми, эвель, имат. Имущество, которое появилось из эвеля. Эвель – это слово, переводят его как «суета». Но вообще это пар. То есть, вот это как метафора. У царя Соломона, он часто использует это слово. В Эквизясте, в Каэлите, он сказал. «А коль эвель, эвелим, все пар паров, все пар паров, сказал он в Каэлите. И все пар паров, сказал он в Каэлите. И здесь он тоже нам говорит, что имущество, которое пришло вот из этого пара, из суеты, оно имат, оно уменьшится. И здесь он нам передает удивительный принцип, который надо запомнить и который надо понять, что если что легко к человеку приходит, оно также легко уходит. Мы это слышали много раз, но это факт, что то, что к человеку пришло из эвеля, не из труда, то, на чем он не работал, не трудился, оно также легко у него уходит. А то, что он собирает, собирает грань за гранью, как зернышко за зернышком, то, что он строит своими руками, то у него остается. И я как раз для, как бы мы же живем в современном мире, я решил этот принцип, который царь Соломонам сказал 3000 лет назад, взять современный пример. Я буквально вам прочту несколько, несколько историй, которые типично, типично случаются с людьми, которые выигрывают в лотерею. То есть проводили исследование, люди, которые выигрывают в лотерею, что с ними происходит. Американка Эвелин Адамс выиграла в лотерею дважды, то есть эта женщина выиграла в 85-86 годах. Общий размер выигрыша составил 5,4 миллиона долларов. 5 миллионов 400 тысяч она выиграла. Но счастливица решила, что достойна большего и отправилась в город-казино Атлантик-Сити, где в конечном итоге проиграла все деньги. Сегодня она живет в партии трейлеров. Остался у нее маленький трейлер, она в нем живет. Другая американка Вивиан Николсон, выигравшая 3 миллиона долларов в 61 году, на вопрос журналистов, что будет делать с выигрышем, заявила, тратить, тратить, тратить. И потратила за 5 лет все эти деньги. За эти 5 лет она успела овдоветь, выйти замуж еще 5 раз, пережить инсульт, стать алкоголичкой, вылечиться, дважды попытаться покончить жизнь самоубийством и некоторое время провести в доме для умалишенных. Оставшись без денег, семьи и работы, она жила на свою скромную пенсию в 300 долларов. В Кадане Джеральд Мусвадин в 1988 году выиграл 10 миллионов долларов. Дети он истратил на алкоголь в вечеринке всего за 7 лет. В 2005 году повесился в гараже своих родителей. Англичанин Майкл Кэррол выиграл 15 миллионов долларов в 2002 году и всего за 5 лет истратил их на наркотики, в вечеринке и автомобиле. Потом же он вернулся к прежней работе мусорщика. Американца Джека Уитатера, выигравшего в 2002 году, 315 миллионов долларов он выиграл. Представьте, Джекпот сорвал 315. То есть представьте, человеку пришло 315 миллионов долларов. В родном городе его замучили судебными исками. Мужчины якобы за то, что он их избивал, когда пришли огромные деньги и человек их не заработал. То есть другие люди тут же на это смотрят и они говорят, секундочку, то, что идет одно за другим, то тоже другие люди часто хотят забрать. Но когда пришло вот так с неба, каждый думает, ну что ему, жалко что ли? Он выиграл 315 миллионов долларов, пусть подарит миллион. В родном городе его замучили судебными исками. Мужчины за то, что он их избивал, женщины обвиняли в изнасиловании. Джекпот в депрессию, начал пить. Потом в его доме нашли труп приятеля, его внучки, который умер от передозировки наркотиков. А через пару месяцев по той же причине скончалась и 17-летняя внучка, передозировка наркотиков. К концу 2004 года, всего лишь через 2 года, Уиттер развелся с женой, разбазарил все деньги и спился окончательно. Ну и так далее. То есть есть здесь еще несколько историй, которые подтверждают то, что нам сказал царь Соломон. То, что имущество, которое пришло из эвеля, то есть оно пришло из воздуха, оно уменьшится. Теперь то, что собирающий своей рукой своим трудом приумножит. Здесь есть обратно много историй, я не стал их приводить. Когда люди, работая на простой работе, откладывая небольшие деньги, инвестируя эти деньги в какие-то там акции и так далее, и так далее, становились миллионерами к пенсии, потому что они умели именно собирать, собирать, собирать. И еще раз здесь очень важно вот этот вот вопрос, когда его царь Соломон разбирал очень сильно в Каэлике. Он говорил там, что, а вот зачем жить? Вот человек живет, он накапливает деньги, накапливает богатство. Но он говорит, непонятно же, кому оно перейдет, потому что богатство, которое не заработано, оно человека уничтожает. Мы видим вот из этих историй, что оно уничтожает. Но мало этого, если мы возьмем саму историю царя Соломона, окажется, что царь Соломон при жизни, он построил первый храм. Он сделал Израиль самым на то время великим государством. И он это все создавал, создавал, создавал. Потом стал царем его сын. Его сын звали его Рихавам. И вот этот вот Рихавам, который... А царь Соломон стал, интересно, царем в 12 лет. То есть он стал в 12 лет и правил 40 лет. Потом стал царем его сын Рихавам. И получилось очень интересно, что он взял уже готовое вот это вот государство. И к нему пришли люди и сказали ему, смотри, твой папа строил, а ты уже получил готовое. Давай чуть-чуть дай нам отдохнуть, снизь налоги, дай нам людям тоже чуть-чуть свободы. Он говорит, нет, говорит, я еще больше сейчас вас напрягу, чем мой папа. И он сказал, что я, говорит, сильнее, чем мой папа. Тогда сказали представители 10 колен. То есть Израиль состоял из 12 как племен, родов. И 10 родов они ему сказали, мы тогда откалываемся, уходим. Или будет гражданская война. Рихавам подумал, слава богу, что он не сделал гражданскую войну, но государство разделилось на две части. 10 колен отделились и стали государством Израиль. И два колена остались Иуда. Это называлось государство Иуда. И там правил как раз Рихавам. То есть он потерял все, что отец построил. И получилось, что царь Соломон в Каэлите, он как раз на эту тему и говорил. Он говорит, что человек, который всю жизнь занимается накоплением имущества, то он, ну это как бы естественный процесс. То есть люди стремятся зарабатывать, стремятся, хотят выигрывать деньги, лотерея, деньги, все. Но нам царь Соломон сказал, смотрите. В Каэлите, в Экклезиасте он сказал, что зарабатывая это имущество, чем больше имущества, ты умножаешь заботу. И вот мы видим, что чем больше имущества, реально больше заботы. И если человек его создает, он знает, где что лежит, и то он еле это все удерживает, ему непонятно. Но человек, который это получил со стороны, то скорее всего он может это выпустить из рук и потерять. Поэтому очень важно еще раз запомнить нам, что с этим делать, это второй вопрос. Это надо еще раз почитать Каэлит и вспомнить, что дальше, что там царь Соломон советовал. Но, и мы помним, что он советовал, он в конце концов сказал, что все эвэлэвэлим, все это суета-сует в этом мире. Что не суета-сует, совдавара коль нишма. В конце концов, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. То есть, то, что ты вкладываешь в свой духовный рост, то, что ты вкладываешь в заповеди, это навсегда с тобой, и ты не можешь в этом случае проиграть. Хорошо. Значит, а здесь он нам сказал, что то, что легко пришло, легко уходит, а тот, кто собирает по кирпичику, у него богатство, имущество умножится. Теперь дальше. Двенадцатый отрывок. Тохелит мимушаха махала лев. Значит, тохелит это надежда, продолжительная надежда, болезнь для сердца. В эцхаим, а древо жизни та баба, когда желание приходит и исполняется. Значит, здесь царь Самон нам показал вообще удивительное то, что вот к чему пришла вообще вся современная психология. Он нам здесь в двенадцатом отрывке вот так вот оп, и одним, одним просто, одним предложением. Вот что такое Тора Великая Мудрость? Он одним предложением дает то, что прямо десяток книг нужно про это прочитать, написать. Значит, смотрите. Жизнь человека двигается через его желание. То есть, внутреннее желание это тот двигатель, который утром поднимает с кровати. Вот нет желания вставать, человек лежит, лежит, лежит. Потом у него желание появляется, он встает. А у некоторых, их прям желание подрывает с кровати прямо с утра. Желание двигает человека. Вот я очень хочу, мне очень нравится изучать Мишлей. Я хочу изучать Мишлей. И я хочу, чтобы мы вовремя начинали. Очень хочется, чтобы тысячи людей учили эту великую мудрость и понимали вообще, что такое настоящее добро, правда и так далее. В общем, желание это то, что двигает человека. Теперь желания бывают разных видов. И здесь вначале используется слово тохелит. Тохелит это то желание, объясняет Малвим, которое легко выполняется. Например, я хочу воды. Если я хочу воды, и я вода вот стоит, то я когда выпью эту воду, это мое желание, оно быстро реализовалось. То есть это легко реализуемое желание. Но если у человека есть желание, которое долго, долго не реализовывается, то когда у человека не реализовывается его желание, у него возникает внутри стресс. И этот стресс ученые доказали, даже в мелкой дозе, но если он долго-долго идет, он приносит ему вред. Его иммунитет, его нервной системе и так далее. И поэтому мы уже учили, что желание ленивого человека, оно его убивает. Почему? Потому что у него есть много желаний, они не сбываются. Он постоянно из-за этого сам себя поедает. Тоже мы учили, что ксиль, хобек это еда, его хелет басторож. Что ксиль, он складывает руки, ксиль и ленивый. И съедает свое мясо. То есть человек, у которого есть много желаний, но он не действует для их реализации, он себя ставит в ситуацию постоянного стресса. И этот стресс его съедает и ему очень сильно вредит. Поэтому здесь написано, что тохелет мимушаха, долгое, продолжительное желание, которое не сбывается, оно махалат лев, оно вызывает болезни сердца. И древо жизни, эцхаим, тааваба. Древо жизни, когда человеку приходит таава. Что такое таава? Есть такие желания, которые вообще не сбываются. То есть желания бывают трех уровней. Бывает желание, которое легко реализуемое. Бывает желание тяжело реализуемое, но реализуемое. Когда у человека есть цель, он ставит себе цель. Бывает на год, бывает на пять лет ставит цель. И это он себе ставит, планирует, действует и так далее. То есть это как теква, надежда такая, да, мечта. Есть вожделение, которое вообще не реализуется. Например, я приводил пример в одном из предыдущих уроков. Как человек какой-нибудь в Воронеже вешает на стену плакат Анджелина Джоли. И он как бы хочет на ней жениться, на Анджелине Джоли, да. Это вожделение, которое нереализуемое. Понятно. Теперь здесь используется слово древо жизни, когда вожделение пришло. Значит, все-таки здесь он как бы утрированно нам показывает, что любое исполнившееся желание, то есть любое маленькое желание, среднее желание, большое, оно вырабатывает внутри у человека счастье. То есть есть гормоны счастья. Это дофамин называется. Когда ты достигаешь цели, у тебя вырабатывается дофамин. Здесь царь Соломон нам говорит, что это как древо жизни, когда у тебя реализовывается желание. Что из этого следует? Давайте подведем такой небольшой итог. Я хочу чуть вернуться назад. Первое, или ладно, это в конце вернусь. Давайте начнем итог этого отрывка, а потом я хочу дополнить предыдущие. Значит, первое. Человек, если он что-то хочет, он должен делать. То есть если он просто хочет и не делает, то он себе создает вот этот разрыв и сам себе создает нереализованные желания. То есть поэтому, а нереализованные желания равно стресс. То есть если ты хочешь, делай. И когда ты делаешь, то ты должен каждый шаг, когда ты делаешь, это уже твое реализованное желание. То есть ты хочешь двигаться к своей цели, ты хочешь ее реализовывать. И каждый шаг на этом пути, он тебе является как мини-древо жизни, которое тебя оживляет, поднимает, делает тебя сильнее. Но желания, которые не могут реализоваться, то их лучше и не желать, потому что они вызывают продолжительная вот эта вот надежда, она махалат леп. То есть она вызывает болезни сердца, она внутри создает ненужный стресс и негатив от несовпадения желаемого с действительным. И наоборот, то есть когда ты хочешь и делаешь, хочешь и делаешь, хочешь и делаешь, каждый раз вот это вот реализованное желание, его нужно акцентировать и извлекать из него максимум радости и счастья. Тогда ты будешь находиться в состоянии внутреннего счастья, что даст тебе большую силу двигаться к твоим средним целям, далеким целям и так далее. Теперь, и хочу еще подвести итог первого отрывка, это касается имущества, здесь Раши и Веленский Гаон, они объясняют, что речь идет вообще не про имущество, а речь идет о том, чтобы он, миевель и мат, знание, которое пришло из эвеля, из пустоты, без труда, оно уменьшится. А тот, кто собирает, здесь речь идет не только о материальных каких-то приобретениях, а о духовных. Вот, например, то, что мы сегодня изучили, это высшая мудрость, которая только есть в мире. Прямо от Бога, через царя Соломона, притчи царя Соломона, Мишлей, Святая Книга, каждое слово это искра святости, которая остается человеком навечно. Но теперь, если оно приходит просто так, вот так, а, классно на телефоне, прикольно, царь Соломон, Ицхак такое интересно рассказал, закрыть телефон и дальше уйти куда-нибудь в YouTube, то это называется имущество, ценное имущество, которое пришло без труда, оно уменьшится. А ровно через там час вы даже помнить не будете, что были на уроке Торы. Но тот, кто ковец альят ярбе, то есть тот, кто собирает, повторяет, тот, кто учит и повторяет, и гатов и мацат это амин, то есть если ты потрудился и ты нашел мудрость, тогда верь. Но если ты не трудился и нашел, тогда не верь, она не остается. Поэтому вот я на этом хочу остановиться. Мы сегодня изучили эти два отрывка, они просто вообще, ну, квинтэссенция. Все, что я как психолог, как специалист в развитии изучал за там все годы, есть в этих двух отрывках и больше. И мало этого, когда человек изучает Тору, то Тора это свет, который соединяет с Богом. И когда у тебя в голове, вот чем больше у тебя в голове Торы, тем больше у тебя связь с Богом. А когда ты соединяешься с Богом, все, конечно, ради этого мир и создан. Поэтому обязательно повторяйте, 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 повторяйте. Вот есть ссылочка на вот это вот, на перевод. Повторяйте. Лучше выучить иврит, лучше выучить вот эти 22 всего буквы. Я уже научился вслепую печатать на иврите. Каждый день сидишь по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, оп, и у тебя появляется совершенно новая, новая реальность внутри, которая соединяет тебя с Богом. А тот, кто верит и знает про Бога, он умеет молиться. А кто умеет молиться, для того вообще все открыты, вот все, что есть в этом мирознании, открыто для того, кто умеет молиться. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, прекрасного дня, полного работы над собой, чтобы прямо и гатов, и мацата, таамин. То есть надо трудиться и находить. Все, всем хорошего дня. Всем привет. Миша, хорошего дня.